Итак, как вы управляете этим вниманием? Давайте посмотрим, какие бывают разновидности внимания. Ваше внимание может быть хитроумным. Все, что вы видите, вы видите с точки зрения хитрости. Многие люди развивают это в эго-ориентированном обществе. И, более того, если вы одержите какими-то хитрыми бхутами, тогда да спасет вас Бог, и спасет Он других. Например, хитрое внимание может быть таким, что обо всем увиденном вы начинаете думать, а какую выгоду я получу от этого, сколько денег я смогу сэкономить. Понимаете, это очень проворное внимание. Таким образом, будет дешевле. Если я пойду этим путем, я сэкономлю время. Понимаете, экономия денег, экономия времени, экономия всего, за исключением своего собственного духа. Итак, просто чтобы сэкономить, мы идем быстро. Понимаете, просто из экономии, когда вы пытаетесь экономить деньги. Сэкономить здесь, экономить там, со своими собственными подсчетами. Но если вы пытаетесь экономить деньги спонтанно, то есть не нужно стараться, просто получается так, что вы экономите. Но хитрое внимание все время старается быть смешленным. Оно спорит. Оно спорит. Оно дает объяснения. В эти дни оно такое дешевое, дешевое, настолько дешевое, что вы действительно сходите с ума. Как я брала билет, чтобы поехать в Америку. Я сказала, мне не надо дорогого билета первого класса. Я поеду по дешевому билету. Так что мне дали билет, такой дешевый билет, из-за которого я бы никогда не вернулась в Лондон. По крайней мере в течении года. И я бы потерялась в этом американском английском языке где-нибудь там, скажу я вам. Оно так вовлекается в это и в это и в то. Это такое ужасное внимание. Оно бесполезно. Оставьте его, забудьте о нем. Я не видела, чтобы кто-то разбогател, благодаря такой экономии. Как я хотела пойти купить какую-то картину. Мы купили эту картину, а затем люди стали думать, хорошо, если мы вернем ее назад, насколько мы сможем вернуть назад затраченные на нее деньги? Что мы будем делать, если нам удастся вернуть деньги? Ум постоянно находится на этом уровне. Я приведу вам пример. Недавно нам нужно было нанести рисунок на стекло. Посмотрите, что-то грубое, всегда есть тонкая сторона. Этот рисунок был выполнен. И тогда, работа обошлась, что-то вроде этого. Я могла себе позволить это. Вот почему я и приобрела ее. Так что, если вы не можете купить, покупайте что-то, не покупайте. Я сказал, какой? Ну а сейчас, пожалуйста, сейчас уйдите и вернуйте это. Он спрашивал, не так много патруль, если вам не нужно будет есть, если вы будете перевернуть, что-то нужно купить, если вы будете какое-то делать, сюда и обратно. Нет, но, мама, если вы хотите купить что-то, будет так глупо, Weально потеряете свое время. Я сказал, хорошо, теперь я сэкономлю кучу денег, я сэкономлю кучу денег, я покажу вам, как я взяла эту роспись и раскрасила множество вещей, которые выглядели как стекло или камень, и все это было так красиво, так что разрушительный ум только не подсчитывает. Если у вас такой ум, знайте, что вы должны избавиться от этой привычки подсчитывать, вы должны просто отказаться от дешевых, дешевых, дешевых вещей, держитесь в центре. Вы не должны быть, конечно, слишком уж подпорствовать, но вы тоже не должны идти за все время, за этот тип от рассчитывания, потому что вы вытаскиваете свою важную, увлеченную, увлеченную, которую очень few people have in this world. Можете знать, что вы реализованы люди, вы не обычного мирского типа люди. Вы особенные люди, и вы не должны вытаскивать вашу внимания на полезных подсчетах денег, денег и этого и того. Давайте идти вперед и увидим, что произойдет. Я никогда не подсчитываю, вы это знаете, но я трачу на жизнь очень мало, и вы можете делать то же самое. Эта внимания, эта внимания, эта внимания, также очень суетливая. Тут оно станет экономить деньги, а вечером оно должно идти пьянствовать. Так что все сэкономленные пьянствы, пьянствы, уходят в сточные канавы пьянства. Просто посмотрите, что представляет собой в итоге такая личность. Так что эта эгоориентированность должна быть контролирована, особенно для эгоориентированных людей. Эгоориентированным людям, которые чрезвычайно расчетливы, что самое удивительное. Но люди, подобные индусам, которые не подсчитывают, не так богатые. Они очень щедры. Они очень здоровы. Они всегда есть деньги для сахаджа-йоги. Я никогда не был проблем в отношении денег. Никогда. Потому что они не подсчитывают для них, чтобы делать для других. Не для себя. Но для других. Потратить деньги на других людей. Если к вам бывает пришли люди, откройте свое сердце. Пришло время, не для упивки и self-indulgence, а для удовольствия делать что-то другим. Таковы обычаи и традиции. Так что, в этом отношении вы должны идти к этой традиции. О, они пришли, давайте теперь потратим все, что можно. Это главная вещь, которые должны понимать. Те, кто больше всего потакают своим прихотем, они очень скучные люди. Итак, хитрое внимание. Самое хитрое внимание. Самое хитрое внимание. Потому что, видишь, хитрость обманывая пивасами. Она хитрит с вами же. А вы думаете, о, я был довольно ловким. Но вы потеряли свою душу. Но вы потеряли свою душу. Вы больше не сахаджаев. Я приведу вам пример. Ах. 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 Я предложил кому-то оставить автофургон и поехать поездом. И они придерживали их, как говорили, Без такой бомбардировки, если бы они послушались меня, все было бы в порядке с этим фургоном. Поэтому ваше внимание не должно быть направлено на экономию материальных и мирских благ и всего такого, но само внимание следует спасать. Задавайте вопрос, где мое внимание? На программах я видел, что одни сосредоточенно слушают меня, а другие не могут. Одни сосредоточиваются на короткое время, а другие, через некоторое время, теряют интерес. Одни смотрят сюда, другие туда. Насколько сохраняется ваше внимание? Вот единственная забота с Ахаджи Йоги. Забудьте о других. Все они только лишь убирают мусор. Понимаете? Забудьте о тех, кто не ищет, о тех, у кого нет ваших качеств. Но что вы должны экономить? Например, кто-то король. Он не заботится о том, чтобы сэкономить два пенца. Я не знаю сегодняшних правителей. Они тоже должны быть таким образом. Понимаете? Но он заботится о том, чтобы сохранить свое приличное и достоинство. Но для Ахаджи Йоги самое главное — вы должны сохранить свое внимание. Это называется читта-ниродха. Ниродха — сохранение вашего внимания. Куда оно уходит? Оно столь драгоценна для меня. Где оно блуждает? Каким же образом вы должны сохранять свое внимание? Через сосредоточенность. Старайтесь сосредоточиться. Не допускайте, чтобы ваше внимание блуждало. Постепенно вы разработаете сосредоточение. Вы можете смотреть на мою фотографию. Это наилучший способ. Сосредоточьтесь. Поместите ее в свое сердце. Пусть она соединится с вашим сердцем. Вы счастливые люди. Вы не должны создать фотографию и потом дать ее. Потому что это просто Аваламбана. Это просто зависимость. Это полная зависимость. Это полная зависимость. Для вас это полная зависимость. И полная радость. Для меня. Для меня. Поэтому, когда вы сосредоточиваете в Саха-джа-йоге, абсолютно, полностью в Саха-джа-йоге, тогда вы контролируете, сохраняете ваше внимание и един. Это один тип людей. Затем другой тип внимания людей. Затем другой тип внимания людей, что мы называем, это люди, которые очень негативные отношения. У тех первых положительные, так называемые положительные. Они экономят деньги, экономят все, что является бесполезным. Это не полезно. А второй тип это архиепископы, всего, что приносит катастрофы, несчастье, невезение. Такой тип внимания. Если вы каждое утро читаете газеты, у вас будет такого типа внимания. У всех читающих газет и людей этот тип внимания, узнать, где несчастье. Я имею в виду, что зависимым образом они чувствуют себя счастливыми, когда есть это несчастье. Я встречала таких людей. О, мать, я приехал бы на семинар, но проблема в том, что понимаете, не было воды. Сосредоточение на поиске несчастных случаев внутри и снаружи. Что случилось? Это несчастье. Что случилось? Я потеряла булавку. Абсурд обладать такими глупыми представлениями. Они будут плакать и рыдать и делать всех несчастными. О, я такая несчастная, мой муж со мной не разговаривает. Или мой ребенок не со мной. Или мой ребенок не со мной. Такие люди чрезмерно потакают своим желаниям в том, что касается их взаимоотношений. Они делают всех так. О, этот человек поговорил хорошо со мной и он такой эдакий. Они чувствуют обиду при малейшем соприкосновении. И в следствии этого они думают, что берегут свои эмоции, если не не их мурицы. Такие люди очень боятся разговаривать с другими людьми. А если кто-нибудь скажет им приятно, они пугаются, они хмурятся. Причина в том, что они не знают, что они не знают, что им все не знают. Нас не нужны свои эмоции. Вы защищены. Какое это важно, если кто-то говорит что-то что-то. и никто не может коснуться вас. Вы проживаете все время растрачиваете свое внимание стараясь беречь свои эмоции. Ничего не нужно бояться из-за того, что кто-то возможно собирается сказать что-то грубое, и поэтому вы не хотите ничего делать. Такие так называемые люди. Я не понял сахар джи-юки. Это не компромисс в сахар джи-юке вовсе нет компромисса. Это, просто как с амбазом. С амбазом оставил диамон, что бы вы ни делали, это на вечно. Это как сахар джи-юки. Поэтому нужно понимать что внимания не должна быть позволяем ...внимание, отклоняться и потакать такой слабостью, как пьянство. ...что они самые несчастные люди, самые несчастные люди. Просто представьте себе. Они всегда будут плакать, рыдать, ...а люди будут считать очень несчастными. Такие моменты вы должны беречь свое внимание от подобных слабостей ...проявляющихся в бесполезном страхе за свои эмоции. Посмотрите, сегодня пели песню. Эта песня действительно наполнила меня. Она выразила то, что не могло бы сейчас проявиться спонтанно. Но самое главное, что она сделала, это напомнило мне ...это подобное зеркало. Я вижу свое зеркало. ...это подобное зеркало. Я вижу свое зеркало. В таком случае, вы должны также понимать свои эмоции. Вы должны понимать свои эмоции. И эмоции должны быть в вашем зеркало. Вы должны видеть себя в своих эмоциях, как вы ведете себя, как вы обращаетесь с людьми, как вы говорите с ними. Поэтому такие люди всегда должны держать перед собой зеркало и испытывать возвышенное настроение. Вы сахаджа-йоги. И в зеркале в отражении вы должны видеть меня, а не себя. Иногда даже я действительно разочаровываюсь в сахаджа-йогах очень сильно. Тогда я просто становлюсь перед зеркалом и говорю, «Перестань». Ты та, которая имеет все силы, у тебя пробуждены все чакры. Ни одна инкарнация не имела этого. Это ты создала этот мир, и это ты должна спасти его. Так что вставай. Не терять мужество. Не беспокоиться. Только в эмоциональном моменте я чувствую, что сейчас я должна полностью отказаться от Него рода, как Мои дети, как Матери, не как Гуру. Для Гуру они не имеют проблемы, и тогда что-то из-будри подталкивает меня, что нет. Даже если я должна отказаться, не важно. Абсолютно. И с этой силой, с этой силой, с этой силой. Это должно быть перед Вами, что было идеально перед вами. То есть, что дает вам энергию, как эта песня. И не рефлексия от ненавидного человека. Христа стоит перед вами, как в Систинской капелле, а не несчастный скелет, который даже хуже вас. Поэтому создавайте такие образы Вашей Матери, которые вы должны видеть в своих эмоциях, и поднимайтесь. Это второй тип внимания, который должен контролироваться Вами. Третий тип. Третий тип. Третий тип. Весьма ужасный. Идиотский тип. Идиотский тип. Развивается на основе второго типа, когда человек эмоционально потворствует своим слабостям. Это первый подвид третьего типа. А второй подвид происходит из первого типа, к которому относятся глупые. Итак, есть два типа людей. Один идиотский, а второй глупый. Но в индийском языке есть только одно слово, особенно в Маратке. Это слово мурка. Для них, для обеих категорий, как круг замыкается в одной точке. Я считаю, что в некоторых случаях английский язык хорош, по крайней мере, он делает различия между мурками. Они могут быть глупцами, или же они могут быть идиотами. Потому что психика в том, что психологи делят таких людей шизофреников, идиотов, идиотов, идиотов. Идиотов и ослов. Итак, этот третий тип самый худший. Такие люди больше всего меня разочаровывают. Они прилипают ко мне как приявки. Они все время говорят глупости. Невозможно вынести идиота. Не так ли? Они надоедли. Я думаю, что муркой называется все это вместе взятое. Я не хочу дальше анализировать это уж слишком. Так что вы имеете в виду, лучше следить спокойно. Не разговаривайте. Просто слушайте другим, что они говорят, что обсуждают. Некоторые люди просто говорят, 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 неуместно, бесполезно, опусту растрачивают свою энергию. Такие люди всегда в дружбе с хитростью. Такие люди всегда в дружбе с хитростью. Такие люди ходят в руководку. Потому что хитрость хочет обмануть кого-то, и дурак хочет быть обманут. Как король хочет иметь шутан. Такие комбинации работают. Такие люди лучше всего оставаться спокойно, сохранять всю свою энергию, всю свою энергию только для чистки. Весь этот идиотизм очень скоро пройдет, если вы будете стараться беречь себя. Не разговаривайте. Не говорите глупости, идиотизм. Идиотизм. Просто молчите, и наблюдайте. Иногда такие люди могут стать великими проводниками Божественной силы. Но только тогда, если они не будут прибегать к глупости. Идиотизм. Вот таков этот тип людей, я бы сказала, три типов. А четвертый тип — это люди, ведущие жизнь в сосредоточении. Я имею в виду человека, который очень упорно трудится в сосредоточении. Это удивительно преуспевающий человек, и он так же очень сосредоточен и в том, и в том, и в том. Это тоже очень концентративный. Кто очень хорошо работает в любой области, сосредоточивая ум, является сосредоточенным. А домашняя хозяйка, ухаживающая за мужем, и они очень сосредоточены. И муж, который заботится о своей семье и ее проблемах, тоже сосредоточен. Они знают, как правильно сделать покраску, они делают все. Но такие люди могут иметь очень неподвижное внимание, весьма неподвижное, весьма неподвижное, вроде пластика, или резины. это, как обладаем, и, как я видела, вы используете для защиты от влаги. Это, как я видела, для защиты от влаги. Это, как я видел, для защиты от влаги. Видите? Они не могут ничего радоваться. Пока вы покажете папку с документами, вы не сможете с ними разговаривать. И, если вам нужно поговорить с таким человеком, лучше держите перед собой папку. Если вы не получите на папку, но только на папку они обратят внимание. Но если вы заговорите, они скажут, изложите писем, они очень сухие, они не могут наслаждаться жизнью. Они могут быть креативными, они могут быть творческими только в развитии. Они могут быть творческими только в рамках своего направления. Но созидать радость они не могут. И так существует такой тип сосредоточенности. Сосредоточенность заставляет таких людей напрягаться. Они очень сосредоточены в фанатике. Это как все эти религии, как христианство, ислам, христианство и так далее, потому что у них было сосредоточенное усилие фанатизма. Если вы читаете Павла, если вы просчете письма Павла, если вы просчете письма Павла, вы идите туда и туда, и вы построите церковь, и делаете это, очень организованно, очень систематизированно, абсолютно, как ремень в машине. И они все время всегда получают эффект этого движения. Чарли Чаплин показал в своей картине «Новые времена». Мне так нравилось, что он мог сцеплять ремень, стоя около часа, и затем, когда он уходил с работы, продолжал выполнять те же самые движения. «Под сконцентрированным видом, подразумевается, внимание приклеенное к чему-то, это не то, что нужно. Потому что, если ваша внимание не становится благодаря сосредоточенности все тоньше и тоньше, то это не то, но это не то. И эта сконцентрированная приклеенная, приклеенная внимание бесполезна для сахар-джа-йога. Таких людей, я не знаю, не знаю, никогда не будут спасены. Так называемые преуспевающие. Они придут со всеми своими знаками и отличиями, и Бог скажет, «Идите назад, господа, вы еще не прошли таможню». Есть иная организация, которая работает намного быстрее, намного проворнее. с особой эффективностью. Так что эти люди так и останутся приклеенными. Есть еще четвертый тип сосредоточенных людей. Они сильные и глубокие. Они проницательны, потому что они живые умы. Они не мертвые умы, они живые умы. Они проницательны. иногда я наблюдаю, спрашиваю некоторых людей, что вы думаете об этом человеке. И потому что они отвечают, я немедленно узнаю их. «Если они просто говорят, он прекрасный человек, или он плохой человек, или что-то в этом роде, тогда я знаю, что это очень поверхностный, неглубокий элемент. Но человек, который видит потенциальные возможности, пробуждение, и проблемы стоящие перед ним, тогда я знаю, он, который имеет эту концентрацию into the subject. И subject Sahaja Yoga требует максимального проникновения. Потому что Sahaja Yoga, если вы понимаете, я не знаю, если вы понимаете, или вы понимаете, или вы это знаете. через опыты, и через опыты. Вы должны испытывать и потом верить в это. Это не то, что я вам рассказал, что то, что я говорю, это условность вашего ума, ничего подобного. Но те, которые имеют эту проникновенную интеллигенцию, которые имеют такую проникновенную любовь, эмоции, и те, которые имеют эту проникновенную у кого есть глубоко проникающее развитие, понимание. Они те, кто испытывают, учатся, 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 учатся. Они не позволяют их умы играть с ними. Нет, нет, нет. Эта умная у меня имеет опыты прошлого и это основан на этом. Нет, я должен взять каждый день новую опыт. И эта опыт должна быть в тишину, должна быть поддержка во мне. Должен стать условностью во мне. в тишине. Продолжение следует...